Нет в мире государства, где бы так или иначе не отреагировали на действия США. Высказались многие мировые лидеры, военные, дипломаты. Оксана Кундеренко собирала комментарии в своем материале. Она сейчас с нами на прямой связи из Лондона. Оксана, приветствую. Скажи, как оценили в Европе и других странах поступок президента Соединенных Штатов? Добрый вечер. Думаю, не очень. Мировая реакция на американский удар последовала незамедлительно. Учитывая время, отреагировали сначала те, кто первыми проснулись. Австралия, Япония, союзники США, естественно, поддержали американцев. А вот реакция Китая не так однозначно. Знаете, Китай всегда был против использования силы как инструмента международных отношений. И мы призываем к диалогу, чтобы мирно решать проблемы. Мы очень обеспокоены развитием событий в Сирии, но склонны к политическому решению вопроса. Ну и ожидаемо, Россия резко осудила американский шаг. В Москве, как обычно, своя версия происходящего. Мол, США задолго до химатаки готовили удар. Утверждают, что половина ракет до цели не долетела. Авиабаза пострадала не сильно, самолеты на месте. Звучат обвинения, что среди жертв гражданские, в том числе четверо детей. Заявления дипломатов звучали далеко не дипломатически. Конечно, это акт адресии, абсолютно под надуманным предлогом. И напоминает, конечно, всю ситуацию 2003 года, когда США, Великобритания, своими некоторыми союзниками, вторглись в Ирак. Без согласия с этой безопасностью будут решены нарушения международного права. Похожими словами, охарактеризовал происходящий Владимир Путин устами своего пресс-секретаря Пескова. И добавил, что и без того натянутые отношения с Вашингтоном испорчены. Россия выходит из соглашения с Соединенными Штатами о координации действий авиации в Сирии. Еще укрепит сирийскую систему ПРО. На следующей неделе в Москве ожидают госсекретаря США Тилерсона. И вряд ли встречать будут с распростертыми объятиями. Соединенные Штаты Америки не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход. Он лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности. Добавлю только то, что некоторые депутаты Госдумы России даже заговорили о ядерном конфликте. А вот реакция Европы и международных организаций кардинально отличалась от российской. Здесь, в Великобритании, сообщили, что американцы консультировались с Лондоном перед последним ударом. Держали в курсе и премьера, и министра обороны во время всех этапов операции. Мы всецело поддержали этот удар. С американским правительством находились на связи последние несколько дней во время подготовки. Американцы пришли к выводу, что все дипломатичные мирные способы общения с режимом Асада исчерпаны и пошли на решительный шаг, чтобы избежать последующих химических атак. Франция тоже была в курсе происходящего и тоже приняла сторону США. Я считаю эту операцию адекватным ответом, который сейчас стоит закрепить на уровне ООН. По возможности необходимо сохранить санкции против Башара Асада и не допустить использования им химоружия против собственного народа. Слова поддержки выразили многие европейские страны. Не осталось стороне Германия. Ангела Меркель обсудила проблему с коллегами из Франции и Италии. Действия США оправданы, если брать во внимание уровень военных преступлений, страдания людей и блокаду в совбезе ООН. Хотя не следует опускать руки. Необходимо пытаться найти политическое решение на переговорах. Вся ответственность за происходящее лежит на Башаре Асаде. Это сказала и Меркель, и повторил генсек НАТО Столтенберг. Лидеры Евросоюза незамедлительно написали в Твиттере о необходимости покончить со зверствами диктатора. Более формальное заявление прозвучало для прессы. Есть огромная разница между бомбардировками военных баз и использованием химического оружия против мирных людей. Мы все же считаем, что в Сирии должны произойти изменения на политическом уровне. Президент Еврокомиссии Юнкер будет всячески этому содействовать. И только ООН пока не готова комментировать происходящее. Там повторяют мантру о недопустимости использования запретного химического оружия. Но как с этим бороться, рецепта не дают. События прошлой ночи – это военные решения, военная стратегия. Мы же, как гуманитарий, не можем давать произошедшему оценку. В Сирии постоянные авиаудары. Там идет война. А наша задача – оказывать помощь простым людям. Ну, то есть мнения в мире разделились. Очевидно, что союзники американцев всецело поддерживают действия Трампа. А близкие к России страны верят легенде, что никакого химоружия у сирийцев нет. Но многие не ожидали такой молниеносной, такой резкой реакции США. Открытым остается вопрос, была ли это одноразовая акция, или речь идет о начале полноценной военной операции против сирийских властей. Киев. А вот на что это было похоже, прямо сейчас нам расскажет Сергей Услендер. Тебе, Оксана, спасибо за работу. Из Лондона с нами на связи была Оксана Кундеренко. Продолжение следует...